Всем привет! С вами снова славные дружи обломов! Да, вы задолбали спрашивать, откуда у меня такой большой синяк. Дело в том, что не нужно стоять на боксе с чуваками, которые весят больше тебя. Это плохо заканчивается. Забейте болт. Сегодня мы сделаем обзорчик на какое-то заведение, которое называется Black Box. Типа черная коробочка. Самое интересное в этом заведении, это даже не цены, которые достаточно высокие. Типа роллы там по 700, по 800, по 900 рублей. То есть это в целом подороже, чем по Питеру. Но интересно не это. Интересно раздел о нас. Интересен. Привет, я Антон. Это написано в разделе о нас. Как это? Привет, Антон. Клуб анонимных алкоголиков. Ладно. Многие меня знают по проекту авокадо в Петербурге. Ты знаешь проект авокадо в Петербурге? Нет. Я тоже нет. Но здесь несколько абзацев идет о том, что он продает офигенные авокадо, которые не жесткие, которые не раскисшие. Это я очень уважаю. Серьезно, потому что каждый раз, когда ты хочешь сожрать тост с авокадо, какой-нибудь там яйца пашот сделать с авокадо, салатик, то ты из магазина заказываешь либо это каша, уже жижа вот такая вот, либо это какая-то твердая херня, которую нужно класть, и она там на подоконнике будет еще там неделю созревать. Он написал, так, потому что на самом деле у нас слишком мало времени, чтобы жить свою лучшую жизнь и гораздо лучше потратить его на приятные моменты. Время. Это логично. А не на поиск нормального авокадо в супермаркете. Я уважаю его за это. Уважаю Антона за это. Вот. Так я понял, что могу делать действительно хороший проект для людей. Бла-бла-бла. Я крутой. Респект. В один момент мне стало мало проекта с авокадо. Я решил сделать еще один проект. Короче, суши и роллы. Так я придумал суши. Те самые суши и роллы со свежайшей. Так, важно. Вот здесь я буду, как это, как это, за базар придется пояснять. Те самые суши и роллы со свежайшей рыбой, морепродуктами, отличным сыром и, конечно же, спелым авокадо внутри. Ну, это понятно. Его первый проект был авокадо. Это логично. Логично? Логично. Чего на самом деле вы хотите? Ответ был один. Меньше риса, больше рыбы. Пока что не могу докопаться вообще никак. Он стал искать свежий тунец, такую креветку, чтобы пахло креветкой. Я надеюсь, она сырая будет. Ну, ладно, пофиг. А самый сочный лосось. Разве это можно поставить в одну строчку с дешевой стоимостью? Антон, у тебя отличная авокадо. У тебя отличные, наверняка, роллы и суши. Никто не пишет дешевая стоимость. У меня тоже по русскому языку была тройка. Стоимость не может быть дешевой. Стоимость может быть низкой. Понимаешь? Ну, типа так не... Да, посрать вообще. Он, наверное, докопался до чего-то. Короче, это его авторский проект. Они его доставляют. Все дела. На севере Питера можно забрать. И я даже не знаю, что еще сказать. А что по баблу? Что по ценам у них? Хотя, знаете, не буду тратить ваше время. Давайте сразу посмотрим, потому что пакет уже стоит за кадром. Сейчас, я должен хлопнуть так вот так. Что-то не работает. Блин, сейчас еще раз. А, вот. Вот, сработало. Так, Black Box бумажный пакетик. Он запакован для того, чтобы курьер ничего не сожрал. Преколепно. Чек был приложен. Давайте по комплектации посмотрим. Самые дешевые палки. Надеюсь, что это потому, что все пошло в кайфовость самих ингредиентов. Здесь еще шесть вот таких вот баночек. Ничего, короче, не пролилось. Оно друг на друге стоит. Здесь шесть вот таких вот баночек. Есть имбирь и есть васаби. Ну, как это? Пруфую. Вот. Ну, васаби, короче, хрен. Вы поняли. Давайте по очереди посмотрим. Комплектация. Говна кусок. Самые дешевые. А, нет. Что-то немножечко. Один из соевых немножко протек. Но это на самом деле мелочь. А так все вроде целое. Давайте посмотрим, что это. Стоп-стоп-стоп, народ. Не перематывайте. Не перематывайте. У нас для вас есть две супер новости. Ребятушки, вы же в курсе, что у нас и в Питере, и в Москве есть художные. По 300 квадратных метров каждый. И, между прочим, нашим художным уже сколько? Уже два года. Адреса наших художных вы можете видеть в описании. И про две офигенных новости. Первое. Ребята, мы начали производить собственные булочки. И Питер уже работает на булочках по нашим рецептам. А в течение месяца на наши булки перейдет также и Москва. Ну, ладно, фиг с ними, с булочками. Вторая новость самая офигенная. Что вас больше всего бесило в наших художных? Я думаю, что это очередь около кассы, ребята. Друзья, больше никаких очередей. Как это работает? Все очень просто. Садишься за стол, прямо до стола есть QR-код. Сканируешь его на телефоне, выбираешь себе вкусную еду, заказываешь себе ко столу и вам ее принесут. То есть ты заходишь, просто садишься за стол, собственно, достаешь свой телефон, делаешь заказ и тебе все принесут. Никаких очередей. Ты вообще к кассе не подходишь. Оплачивается все тоже прямо там. Пока сайт работает только в Питере. Но скоро, наверное, заработает и в Москве. Ребята, аккуратно. Только до конца недели. В честь нашего день рождения скидка 10% при заказе через сайт. Все подробности в описании. Адреса наших художных в Питере и Москве. И там вся инфа, тыры-пыры, проходите. Ладно, к славному обзору. Начнем мы, собственно, с сушек. Ну, если честно, пока что это выглядит довольно-таки неплохо. Видно там что-нибудь? Пока что это выглядит неплохо. И суши с тунцом. Ну, а к сожалению, они нифига не такие, как у них на сайте. Потому что у них на сайте, у них на сайте суши с тунцом. Сейчас я покажу. Смотрите. Где эта фигня? Прям вот. Типа у них прям цвет тунца. Прям я не знаю. Ну, блин. Ну и вот сравните. Антон, почему у тебя на сайте фотографии покрашены так, что это точно не оно? Ладно, пофигу. Так, а суши с лососем? Нифига себе. Нихрена себе. 160 рублей за сушину с лососем. Это на самом деле достаточно мощно. Давайте взвесим это все. 40 грамм за 160 рублей. Черный рис. Так. 34 грамма. Недовес. Может быть, мы где-то косячим. Опять же. Суши с тунцом. 180 рублей за 40 грамм. Здесь 34 грамма. Тоже недовес. А это же с официального сайта. Это не Яндекс.Еда. Да блин! Сейчас я тут аккуратненько. Окей, ладно. Суши с угрем. 170 рублей. 40 грамм. 31 грамм. Антон, ты меня прости, пожалуйста. Но пока что, во-первых, у тебя на сайте тунец выглядит по-другому. Он супер темный. То есть на уровень дороже. Это во-первых. А во-вторых, ты во всех трех сушинах, я извиняюсь, с граммовками на своем собственном сайте. При всем уважении, Антон. Ко всем твоим проектам, включая авокадо. Ну ладно. Сушина с угрем. Давайте. Я знаю, что ее нужно окунать нифига не рисом. Черный рис, все дела, подкрашенные. Чернила каракатицы. Бла-бла-бла. Вся вот эта вот шляпа. Но я немножечко о всем рисом окуну. Это очень вкусная сушина с угрем. Она очень вкусная. Она великолепно выглядит. Она как это? Да что ж такое? Она стильная. Просто она капец какая дорогая. Вот и все. Ладно. Давайте по тунчишечке пойдем. Сушина с тунцом. Обычный дешевый стейковый тунец, который идет либо на стейки, либо на тартар, который нужно сильно-сильно приукрашивать всяким остальным. Знаешь, Антон, я тебе так скажу. Или вам. Ты там не мой друг, не мой знакомый. Я так на ты обращаюсь. Потому что ты для меня абстрактный человек. Если бы эта сушина была с тунцом, вот тем супер красным, темно-бордовым, как у тебя на сайте, но стоило бы 400 рублей за одну, я бы не докатался. Но оно выглядит не так, как на сайте. Это просто обычная неплохая сушина с дешевым тунцом. Давайте посмотрим по лососю. Не знаю, я вот сюда положу лососца и сюда же положу тунца. Выглядит все более чем неплохо. Так, без всяких соевых соусов попробую. Не знаю. Просто у него так написано, у нас уже типа, это просто какой-то капец. Что тут все супер свежее, все супер сочное. Это просто обычные сушины. Неплохие. Но никакого ощущения, что этого лосося только что срезали, у меня нет. Угарь обычный у Наги угарь из пакетика. Тунец, самый дешевый вот этот стейковый тунец. Плохо ли это? Нет, неплохо. Просто достаточно дорого. И все три сушины с недовесами относительно собственных громовок. Вот это все, что я могу сказать. Фреш ролл за 700 рублей. Что за 90 рублей? 170 грамм должно быть. Давайте посмотрим. Здесь 200 грамм. Ну, хоть здесь нормально. Смотрим. Ну, конечно, большая часть этого ролла, это просто огурец. Но выглядит неплохо. Это вкусно. Огурчик хрустит. Лосось чувствуется. Зелень жухловатая сверху лежит. Но видно, что... Ну, то есть, это прям... Не свеже срезали вы это. Но при этом и крабовые палочки, и авокадинка идеально сделаны, и огурчик хрустит, и соус офигительный. Это очень вкусно, но, опять же, достаточно дорого. Вот и все. Ролл с креветкой, крабом, авокадо в темпуре. 650 рублей за 220 грамм. Так, я покручу 3 секунды. Отлично. 220 грамм. Здесь 210 грамм с учетом коробки. То есть, здесь точно мега-недовес. Ну, сколько-то десятков. И к хренам вся темпура слиплась. Не знаю. Здесь вот бонита, флейксы, как это, стружка бонитовая. Тунчишная. Ну, ладно, пробуем. Мягкая авокадо, хрустящая креветка. Тепленькая, вкусненькая. Зачем, правда, на теплое класть огурцы, я не знаю. Но, опять же, недовес, учитывая собственные граммовки. И довольно высокая цена. Ну, то есть, граммовочки скромные, а цена прям взрослая. Но это вкусно. Филадельфия за 900 рублей. 210 грамм. Так. Отлично. Великолепно. И здесь даже икринки. Я не знаю, я попытаюсь как-то раскрыть. Здесь даже икринки и золотинки сверху. Как называется? Сусальное золото. Ну, оно, конечно, стоит копейки. Я имею в виду, если, ну, такую пыль класть совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, это очень классно. Ну, опять же, вот смотрите. Антон написал. Много рыбы, мало риса. Насчет того, что здесь немного риса, я согласен. Можно ли сказать, что здесь много рыбы? Ну, там, типа, обычно. Просто суперобычно. Честно. То есть, очень странно. То есть, у нас было написано так громко, так громко. А это обычный, я не знаю, типа, двухмиллиметровый слой рыбы. Авокадинка, крем-сыр. Окей. Пробуем. Народ, честно. Это просто неплохая Филадельфия. Если не обращать внимание на золото сверху, то есть, вот эту вот золотую пыль, то, честно вам признаюсь, в дофигище, в каком количестве мест, будет так же просто дешевле. Вот и все. Это неплохо. Черная коробочка. Неплохая рыба среднего уровня. Но, опять же, вот рыба кое-где настолько тонкая, что даже просвечивает. Не везде. В среднем это средний по палате слой рыбы. Понимаете? Понятно, попки спрятали внутрь. Рыба нарезана неравномерно. Где-то толсто, где-то тонко. А где-то настолько тонко, что она аж сбоку, она аж просто просвечивает. Вот. То есть, просто просвечивает. Я не говорю, что это ужасно. Я говорю, что это неплохо и для Питера неплохо, но это дорого и немножко не соответствует тому, что там написал Антон в разделе «О нас». Вот и все. Это все, что я говорю. Это все, что я говорю. Я сам не без греха. У меня тоже есть свое заведение. Его тоже, конечно, можно обосрать. Я просто стараюсь быть объективным. И в моем заведении «О нас» не написано, что мы самые лучшие, фантастические, и поэтому несите нам миллиарды долларов. И самое свежее, сочное, креветки, лосось, все великолепное. Ну, Сань, ну ты из-за кадра что скажешь? Ну, в сравнении с рисом рыба кажется больше. Но на самом деле просто риса меньше. Ну да, вот такая история. Не то, чтобы какая-то прям насыщенная лососевая. Ну да, обычная. Среднего уровня. Я видал и тоньше. Много у кого и больше рыбы. Это неплохо, это вкусненько. Просто достаточно дорого. Ролл с лососем, авокадо и трюфелем. Конечно, никого трюфеля здесь быть не может. Это, скорее всего, обычное трюфельное масло, которое к трюфелю не имеет никакого отношения. 840 рублей. 840 рублей за 130 грамм. Все нормально. Давайте. Давайте я возьму. Свернуто аккуратненько. Ну, то есть здесь рыбки достаточно много. Небольшие такие маки. Я попробую немножко окунул в соевый соус. Пробуем. Ратун, скажем честно. Неплохо. Но никакой супер свежести, сочности лосося. Блин, ну как там было написано? Я стал искать. Свежий тунец. Такую креветку, чтобы пахло креветкой. Суши с креветкой в меню не было почему-то. Ну ладно, пофигу. И самый сочный лосось. Саня, это похоже на самый сочный лосось. Это лосось. Просто лосось. Это лосось. Да, конечно, он. Он в рисовой бумаге, но если ему вот рисовую бумагу. Это лосось, народ. Ну, он выглядит хорошо. Он выглядит как лосось. Но сказать, что вот во вкусе я ощущаю свежесрезанность с этой, блин, полуживой семги, нет. Это лосось для роллов. Типа много чего я видел и лучше. Много чего я видел и хуже. Типа окей. Ролл с текуаном? Я не знаю, что такое текуан. А, ну ладно. Понятно. Этфиговина и икрой 640 рублей за 90 грамм. Ну, окей. Хорошо. Ладно. А без коробки? А без коробки будет ли 90 грамм? Мне просто очень интересно. Да. Слава богу. Вот такая вот история. Народ, ну, чтобы вы понимали. Сейчас скажу, сколько. Это 100 грамм продукта. 100 грамм продукта. За 600, сука, 40 рублей. Я не знаю, Антон. Авокадо у тебя офигенные. Базара нет. Роллы у тебя за свои бабки посредственные. Прямо крайне посредственные. Чувствуется вот эта фруктовая овощичность от текуана или как его? Посредственный лосось. Просто реально посредственный лосось и 100 граммовая порция за 640 рублей. Вот и все. Ну, и у нас остался какой-то ролл с апельсином, собственно, крабом и лососем. 690 рублей, недовес. Даже с учетом. Должно быть 250 грамм. Еще раз. Ноль. Окей. Может, кто-то подумает, что у меня с весами какая-то проблема. iPhone 13 Pro. 205 грамм. Маш, чекни, сколько весит iPhone 13 Pro. Не Макс. Проверим весы. iPhone-то не может весить сколько-то десятков грамм больше или несколько даже грамм больше или меньше. Разве что грязь. Блин, у меня он вроде... 203 грамма. Так. У меня показывает 205. Это значит на нем 2 грамма грязи. Ну, вы поняли? То есть, типа, а, ну, плюс симка сколько-то миллиграмм. Короче, народ, достаточно точно показывают весы, если что. Но точно не на десяток граммов что-то они косячат. Здесь тоже недовес. Хотя все и аккуратненько. Более-менее. Конечно, крабовые палки. Вкусный базар, а нет? Ну, да. Краб в скобочках с уриями. То есть, это рыбные палочки. Народ. Ролл с крабом за 700 рублей. Они не смогли даже столовую ложку краба положить. Плюс даже с учетом, что он стоит 700 рублей, все равно есть недовес. По вкусу неплохо. Это вкусненько. Просто, как вам сказать, это такое заведение, которое, если вы оттуда закажете, вы, наверное, не разочаруетесь. Если вам насрать на деньги абсолютно. Но в Питере есть огромное количество мест, которые либо так же и сильно дешевле, либо так же и лучше. Понимаете? Я не могу докопаться, что что-то жухлое. Но когда я читаю, что Антон прям открыл проект, искал все самое лучшее, я вижу у него на сайте супер бордо вот этого дорогого блюфина или как его. Ну, вот этого прям тунца-тунца. А на деле обычный стейковый, нарезанный, так, типа, ну, нарезанный, окей. Когда я вижу, что недовесы в половине позиций. Но при этом по 700, по 800, по 900 рублей берут запросто. Такая история. Не знаю. Если не читать в разделе о нас, как там все красиво, то это неплохое место, просто дорогое. Вот и все. С вами мыславный дружабомов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто стоит пальцы вверх. Я не докопался, народ, я тоже не без греха, но я никому не рассказываю, какой я божественный. Очень громко там написано. Ладно. Не обижайся, Антон. Либо убери раздел о нас, либо не делай ничего. Те же на меня пофиг, мне на тебя тоже, мы с тобой не знакомы. Либо убери раздел о нас, либо реально сделай нормального тунца, разберись с громовочками и разберись, чтобы лосось был реально вот такой, типа, супер свежий. И тогда, и когда ты пишешь, типа, а у нас куча лосося и мало риса. Нет, у вас просто мало риса, компенсированного крем-сыром внутри. Лосося у вас немного. Это немного, это обычное количество. А кое-где он даже просвечивает. Зачем тогда писать такое в о нас? Либо не делай ничего. Ну просто, чтобы оправдать такие цены, оно должно быть чуть-чуть получше. Либо чуть-чуть дешевле. Зачем... Субтитры сделал DimaTorzok